очень много поговорили уже и про озимый посев да и про обследование озимых как правильно установить определить пересеваем не пересеваем и собственно говоря время не стоит на месте все течет все движется и скоро уже пора будет выезжать поля заниматься яровины абсолютно так и собственно как и тема нашего вебинара до сегодня говорим про технологию яровых реально мы видели с вами площади понимаем что плюсом на яровых это будет порядка полутора миллионов больше будет ли еще мы пока не знаем будет зависеть от того там где были озимой как они все-таки пережили эту зиму а в целом там где у нас был недосев условно 30 процентов недосева выйдут нам все плановые работы на те же 30 процентов вот как здесь быть да григорий это очень большая проблема для хозяйственника увеличение посевных площадей в яровой период неважно с чем он был бы связан и но по сути единственным решением будет смещать сроки посева нарушать посевной конвейер и выезжать раньше сеять слушай тогда меня тут беспокоит следующий момент то есть если там хозяйство условно привыкла работать в определенные сроки а сейчас мы понимаем что ему нужно выехать раньше то есть как можно провести все работы таким образом чтобы успеть подготовить почву наверняка есть какие-то риски когда это более ранний посев расскажешь об этом слушай ну по хорошему надо сделать для себя такой чеки чеклист да все ли я успел все ли я сделал подготовился ли я правильно и тут мне бы хотелось начать с того что должен быть план каждый хозяйственник составляет себе рабочий план на весь год и там всегда есть такая графа такая история как весенние полевые работы если видим понимаем что что-то идет не так однозначно первым пунктом нужно посмотреть пересмотреть план на весенние полевые работы это первый основной самый главный момент второе узкое место на что нужно обращать внимание это готовность техники потому что агрономы понятно зиму отдохнули инженера занимались тем что готовили технику в условиях текущих рыночных этот процесс и так очень сильно как бы оттягивается задерживается а если нужно будет еще и раньше выезжать сеять то это вот я бы выделил наверно самым узким местом это готовность сельскохозяйственных агрегатов согласно план корректировок он однозначно его скажем так план весенних полевых работ его однозначно надо корректировать раз мы понимаем что у нас большее количество работ запланировано по поводу техники также да то есть словно к моменту не будем готовы у нас будут проблемы да слушай у нас есть крупа из да в котором также можем посмотреть от мониторить поля то есть мы понимаем что плюс-минус на каких именно полях у нас все-таки произойдет это увеличение нерового сева воспользоваться крупа изом да посмотреть заранее на каких полях у нас там есть потенциал который будет раньше пересеваться людмила здоровское замечание крупа из да действительно очень интересная вещь тут наверное следовало бы больше говорить о том что третьим бы пунктом в прошлом нужно выделять момент усилить мониторинг посевов до озимых если мы будем пересевать и или тех полей которые там не были подготовлены нормально с осени и по ним нужно какое-то решение принимать весной готовить ли их или не готовить посеву соответственно crop wise будет как раз тем решением которое аграриям поможет определить установить где-то поле раньше подошло там поля с южной экспозиции по датчикам мониторинга от влажности почвы и соответственно уже целенаправленно бить в точку не обследовать все и вся вокруг бежать вытаращив глаза а ехать туда где уже нужно агроному принимать непосредственно решение будет ли в данном случае выбор полей зависит от предшественников с одной стороны посмотрели южная экспозиция окей там более легкие почвы окей что дальше на предшественников смотрим обязательно смотрим на предшественников обязательно смотрим на пропашные культуры любой играном знает понимает что пропашные культуры убираются поздно большое количество пашнивных остатков если как раз вот возвращаемся к моменту что что-то успели подготовить не успели это стерня стоит и нормального качественного посева вот так вот сразу рано выехали и посеяли не получится с нами сегодня в студии андрей критский я предлагаю пригласить его для дискуссии так как у него есть огромный опыт с точки зрения технологии адаптации и опыта центральном черноземье андрей приглашаем тебя вот культура осталась поле подсолнечник либо кукуруза пожнивные остатки добавились площади к посеву что делаем стерней дискуем не дискуем напрямки или как-то еще все будет опять таки зависит от внешних условий если будет ранняя весна поля откроются раньше будет просыхание да еще есть шанс успеть выполнить те операции которые были запланированы на осень привести дискование ли в любом случае какие-то крупные пожнивные остатки после кукурузы подсолнечника их нужно измельчить они в любом случае будут мешать посеву усложнять работу подшать качество и так далее если будет уже естественно скажем так резкое возобновление вегетации ранее весна быстро но это вносит свои соответственно коррективы придется очень сильно ускоряться вопрос по влаге стоит остро вопрос по влаге у нас стоит всегда остро есть у нас ее весной не хватало то у нас нередко и уже заливают дожди и возникает спорт лото будет ли опять засушливая весна будут ли дожди которые как были воды когда не позволяли войти сделать весенние пылевые работы тут уже будет показывать реальная ситуация слушай был дискуссионный момент интересный по поводу crop wise да поможет он реально аграриям оценить обстановку в поле вот именно весной но я думаю этот инструмент граному помогает не только весной следить ситуацию в поле а вообще из кабинета даже где-то есть есть такая уникальная возможность для агрономы из дома побыть там хоть какое-то время смотрите наблюдать за своим полями что происходит там посмотреть динамику что было осенью лежал ли там снег или действительно поля были открыты даже какое накопление влаги насколько почва то есть можно уже определяться с корректировкой графика весенних полевых работ определяться какие поля раньше выйдут из зимовки и там где допустим сошел снежный покров и уже нужно отслеживать ситуацию чтобы выйти с дисками из какими-то еще почвообрабатывающими орудиями слушал такой интерес момент недавно мы с тобой разговаривали по поводу методов диагностики азимы культур там метод парничков мой любимый ускоренное отращивание все круто пересев азимой чем какой культурой из яровых производить и почему яровая пшеница ячмень или что-то еще но тут я думаю однозначного ответа все-таки быть не может и каждый будет действительно выбирать свою ситуацию опять-таки исходя из своих условий исходя из своих ресурсов исходя из возможностей да наверное самый популярный это как всегда у нас подсолнечник но есть нюансы и ограничения посев обороты другим моментом которые не позволяют посеять его столько сколько хотелось конечно это могут быть какие-то другие культуры пропашного сева но нередко это действительно учитывая потребность зерновых и планы которые хозяйство и не только хозяйство составляли на год по зернопроизводству естественно нужно будет наращивать компенсировать недосеянные площади с осени и равым сев и это придется действительно вы уже не раз об этом говорили сеять незанятые с осени поля дополнительно к весенним полевым работам ну и соответственно ремонтировать или подсевать те посевы которые опять-таки сильно пострадали или изрежены норма высева увеличивать снижать традиционно для нашей зоны нормы высева как бы ну никто не снижает на яровом посеве да поскольку вот этот период очень ограниченный когда возможны опущения в любом случае все стараются сеять там плюс минус 5 миллионов там зависимость от хозяйства но раз уж сложилась такая ситуация порекомендовал бы снижение всем агрономам на известен анекдот про хомяка да но это не всегда выход и реальная гарантия того что получится нормальная стеблестой нормальная густота посев все-таки следует стремиться к интенсивному производству и по возможности оптимизировать состояние посева излишнее загущение это опять дополнительной конкуренции растений на всходах культура сама себя засоряет дамы забрасываем туда растения которые изначально должны погибнуть то есть это не совсем моделирование продуктивного посева и не совсем по мне хорошая история соответственно лучше сразу посеять тех кто даст урожай по возможности уже оптимизируя густоту и формируя посевы и густоту стебли стоя тех растений из тех стеблей которые уже будут с колосом и зерно чем бы хотелось это все подытожить сказать о том что ситуации могут быть хозяйствах разные у кого-то погибнет и нужно будет сеять там подсевать да еще что-то делать ремонтировать посевы у кого-то не погибнет и будет все здорово будет в оптимальные сроки там выходить проводить полевые работы ну хотелось бы закончить да так сказать подытожить выпуск нужно ко всему потаситься с холодной головой и подходить с знанием дела не прыгать что называется там с огня до в полымя да не надо поддаваться истерике работа в растеневодстве как всегда очень творческое интересное и несет себе много рисков но преодолевает риски это тоже призывание серьезных мужчины достаточно интересное занятие спасибо андрей спасибо почву мы подготовили до определились техникой следующий момент ну окей семенами это отдельная песня так как отобрать подобрать об этом мы чуть дальше поговорим у меня вот вопрос точки зрения настройки машины для протравнивая семян то есть однозначно вопрос там защищает семена или нет я думаю не стоит семена защищать однозначно надо тут даже вопросов не возникает вот с точки зрения скажем оптимизации процессов опять же скажем какими приемами на текущем этапе можно апеллировать использовать с точки зрения обработки семян я бы первую очередь как технический эксперт до команды сетки рекомендовал бы делать слаг анализ позволяет позволяет определить точно ли в достаточном ли количестве действующее вещество препарат попали на семена и будет ли это защита надежной и эффективной в поле увидите ли вы от нее результат согласно и слаг мы делаем только на препаратах произведенных компании сингента соответственно каждая вся линейка препаратов для защиты семян она сделана по формуле м то есть формуляция позволяет также сократить период подготовки рабочих растворов процессы пыления они намного ниже чем другие при использовании других формуляций меньше вспенивания соответственно это также нам экономит время при подготовке к посевной что немаловажно давай подведем итог как какие шаги следует предпринять при подготовке к кировому севу чтобы оптимизировать технологию если резюмировать все вышесказанное рассмотреть множество там различных условий которые могут складываться в хозяйствах да как уже сказал ранее чек-лист и идем по порядочку план навесения полевых работ готовность техники и все таки что называется индивидуальный подход к каждому полю мониторинг 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 и напоминаю что такая классная волшебная штука как крупной с в решении последнего вопроса может здоровски таки помочь агрономам собственно говоря принимать правильные решения то есть определить поля с которых начинать все да однозначно соответственно и скорректировать норму высева желательно